Мало построить, важно сохранить. В Бендерах не прекращаются истории с вандализмом. Детские площадки, скамейки в парках. А вот теперь внимание привлекли зеленые насаждения. Если одни могут просто наслаждаться цветущими растениями, другие хотят унести с собой букет с клумбы или даже вазон с цветами. Еще недавно в этих вазонах цвели яркие сурфинии, алые пеларгонии и нежные ромашки. А сами многоярусные цветочные композиции украшали центр Бендер. Перекрестки улиц Ленина, Суворова и Котовского. Вертикальные клумбы продержались всего неделю. И уже в эти выходные их изрядно разорили. Правонарушители унесли только цветы, а вот сами вазоны взять не удалось. Помешали антивандальные крепления. Крепление надежное, болтовое, сварные конструкции целостные. А в основании, конечно, слабое звено – это та композиция, которая находится внизу. Больше всего ее и похитили. Каждый кустик рассады в таком бозоне стоит от 30 до 75 рублей. В композициях таких цветов десятки. Так что ущерб от разорения – не одна тысяча рублей из казны города. Сейчас по этому делу ведут разбирательства правоохранительные органы. Прекрасно, когда вот такие клумбы и такие красивые цветы. За ними надо ухаживать и не воровать. Кустами вырывают. Мамы сидят, дети рубят цветы. А что, мама не может сказать ничего? Бессовестные, бессолковые люди. Так воспитаны. Воровать цветы. Считаю, ну, люди стараются, а другие просто портят. Это плохо делать, не делать и так. Испорченные клумбы восстановят. И они снова будут украшать городские улицы. Мало того, на этой неделе в Бендерах появится еще два десятка таких же цветочных многоярусных композиций. Их установят у Преображенского собора, у кинотеатра Горького и дальше по центру. Только вот сколько дней или недель они будут радовать глаз – неясно. Ведь это уже не первый случай цветочного вандализма за последнее время. Подверглись нападению цветочные клумбы, на которых вот в этот период весенний высаживались более-таки дорогостоящие цветочные насаждения – это карборис и другие сорта. Они находились на прилегающей территории к нашему музыкальному фонтану, новому объекту, открывшемуся в прошлом году. По данному факту также возбуждены дела, разбираются силовые структуры. Возле поющего фонтана клумбы восстанавливают почти через день. Здесь цветы не только крадут, но еще и топчут. Наталья Сучкова, Иван Зеленский, Бендерское телевидение.